Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш вопрос, как полюбить и принять себя. На самом деле вопрос очень короткий, то есть он не информативный. Я посмотрел историю ваших вопросов и увидел, что вы задавали свои вопросы в разделе «Затерика». Вот, и там, может быть, такие короткие вопросы и подходят, по крайней мере, я не знаю, но в разделе «Психология» и для психологов нужно в первую очередь информацию, анализ информации. Если вы говорите, что вы не любите себя и не принимаете себя, то нужно конкретно, как вы это делаете. Потому что ваш вопрос максимально общий и, соответственно, ответить на него тоже максимально общий можно. А есть ваши индивидуальные особенности, которые не учитываются. И, понимаете, такой вопрос вы можете просто вбить в поисковике и получить какие-то рекомендации просто и все. А здесь все-таки мы отвечаем более персонально, более индивидуально и работаем индивидуально и все, поэтому тут нужно больше информации. Значит, если мы говорим о том, что человек себя не любит и не принимает, то мы говорим о том, что он не любит и не принимает что-то во мне, и не принимает какие-то свои желания, да, и так далее. В этих вещах встречаются препятствия, разные тормозные механизмы. Эти механизмы связаны с тем, что, с одной стороны, человек не обращает внимания на самого себя, да, больше обращает внимание на что-то вовне, на какую-то внешнюю историю, вот, это с одной стороны. И с другой стороны, тормозные механизмы означают, что человек, опять же, запрещает себе что-то обторгать, вот. Потому что любить и принимать себя можно, только если мы что-то обторгать, если мы позволяем себе что-то не принимать. Вот по какому-то, в кавычках, стечению обстоятельств, да, удивительному, в кавычках, вы не любите и не принимаете себя. Но на самом деле вы что-то не любите и не принимаете, вам нужно найти и, признаться, легализовать это. Присвоить себе то, что вы что-то не принимаете и что-то не любите. И в то же время легализовать и признать, что что-то вы любите и что-то вы принимаете. Например, человек не принимает себе, например, свою лень, да, вот. И в этом есть ведь верно истины, казалось бы. Лень нам преподносят как что-то негативное, как что-то плохое и вредное. Но если посмотреть на лень с другой стороны, можно увидеть, что лень означает, что человек не хочет делать то, что он пытается сделать в данный момент времени. Лень выступает как бы маркером, маркером того, что человек хочет чего-то другого, но он себе этого не позволяет. Он не допускает мысли о том, например, что сейчас он хочет не работать, допустим, или не учиться, а хочет чего-то другого. Например, покататься на велосипеде, допустим. Вот. И из-за того, что человек блокирует этот момент, я бы сказал, что возникает такая вот ситуация, что человеку реально кажется, что он тебя не любит. А есть такая вот, такой механизм защиты, как ретрофлекция. Это когда я говорю про себя то, что на самом деле хочу сказать про что-то во внешнем мире. Вот. То есть, если я говорю, что я ленив, да, может быть, это правда, может быть, я действительно ленив, но если я говорю про себя, что я ленив, то это означает, что я не вижу, с одной стороны, что скрывается за ленью, а с другой стороны, вполне возможно, что меня раздражает лень других людей. Но очень часто бывает такая ситуация, что человек думает, вот я ленивый, и поэтому я не имею права злиться на другого человека за то, что он ленится. Вы имеете право злиться на лень другого, особенно если вам это причиняет вред. Например, вы можете злиться на лень, продавца в магазине, если из-за этого у вас есть проблема с покупками. А вы имеете право на этого человека злиться, но вы себе этого не позволяете, потому что всегда помните, что вы сами ленивы, и из-за этого возникает ощущение, что вы себя не любите. Вот так мы вот и все. Поэтому нужно, как я и сказал, во-первых, детализировать, что значит то, что вы себя не любите, и то, что вы себя не принимаете, это первое. Второе, никакого универсального ответа на ваш вопрос нет, это процесс, процесс не быстрый, процесс довольно длительной зависимости от вашей психики, от амазабельности вашей психики, от гибкости вашей психики, от вашего возраста, от вашего опыта. Очень много факторов влияет на то, как вы сможете себя полюбить и так далее. Ну, как правило, вот как правило, при регулярной терапии, ну минимум год нужно, чтобы достичь значимых результатов, да, в том, чтобы себя принять. При условии, что у вас нет каких-то ярких механизмов сопротивления, если механизмы сопротивления есть, то нужно сначала присвоить себе эти механизмы сопротивления, нужно сначала разрешить себе как-то вот быть с чем-то не согласной, выступать против чего-то и так далее. Вот, поэтому вот как-то так. Я думаю, что определенную подсказку я вам дам, да, то есть вот вы можете сами проделать определенную работу, но нужно понимать, что здесь без помощи специалистам не обойтись, а самое главное на регулярной основе, потому что, опять же, проблема довольно глобальная. Вот, и только регулярная работа в данном случае здесь позволит вам вот достичь этого результата. Опять же, вопрос, а зачем? То есть вот вы говорите, как полюбить и принять себя, хорошо, а зачем? Вот что вы будете делать, когда полюбите и примите себя? В этом вопросе даже здесь скрывается вот эта вот история проблематики. Понимаете? То есть, а вы чего-то хотите, ну, например, там, не знаю, допустим, хотите вы выступать, да, вот, публично выступать, нет, петь, может быть, танцевать, может быть, еще что-то делать, да. Ну, работать с людьми, одним словом, выходить. И вы говорите, что пока я себя не полюбила и не приняла, да, я не могу этого делать. Ну, это интересно. Потому что если между тем, что вы хотите, и вам стоит препятствие в виде вот любви и принятия, то возникает сомнение в том, а действительно ли вы этого хотите. Может быть, может быть, вы избегаете этого, на самом деле, того, чего вы хотите, а может быть, вы и не хотите его. И последний момент заключается в том, какую выгоду вы могли бы получать от того, что вы себя не любите и не принимаете. Вот какая выгода вам от этого может быть? На первый взгляд и по первым решениям люди довольно негативно реагируют на такой вопрос. Они говорят, в смысле выгоды. Какая может быть выгода от того, что я себя не люблю? Какая может быть выгода от того, что я себя не принимаю? Какая может быть выгода от того, что я себя обесцениваю, бичую? Какая может быть выгода от того, что я аутоагрессирую, да, и так далее? Какая может быть выгода, говорит такой человек? Его это прямо может злить, вызывать непонимание. Иногда даже человек разрывает психотерапевтические отношения после такого вопроса. И подобная реакция говорит о том, что мы запомнили очень важную тему. Дело в том, что человек не может отказаться от своих потребностей. Если он не в силах реализовывать их прямо, он будет делать это оконными путями. Вполне возможно, что не любя и не принимая себя, вы реализуете какую-то свою потребность. А это значит, что пока вы действуете так, вам не выгодно переставать себя не любить и переставать не принимать себя. Не выгодно. И любые попытки это изменить будут наталкиваться на сопротивление. Мол, я вот сейчас себя полюблю и лишусь того, что я получал. Лишусь той выгоды, которую у меня есть. Поэтому очень важно еще и на этот вопрос обратить внимание. И здесь, как вы понимаете сами, вы находитесь в своей ситуации, вы не видите себя. Здесь очень важна роль специалиста, который обратит внимание на те моменты, которые вы сами не замечаете. Поэтому очень рекомендую вам регулярную работу здесь. Ну, для хорошего результата, да, будет где-то рассчитывать на минимум год. Дальше просто будет еще более эффективный, как правило, первый год такой, потом, ну, знаете как, подрастающий день, да. А последующий, как правило, вот в два раза увеличивается эффективность, второго года, и так далее. Вот. Ну, опять же, все индивидуально, нужно смотреть. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать над собой работу. Удачи!